Одно то известно, что вес сей синовный мир до последней своей черты, от виноградной лозы до самой крапивы, от нитки до ремня, бытие свое получает от вышнего, отвращу тебе лицо, возмятутся. Всякая видимость есть образ, а каждый образ есть плоть, сень, идол и ничто. Пошлют дух твой и созиждутся. Взгляните на непроходимую чащу левицких обрядов, калите вздор, однако вся сия земленность, со всем хворостем сгорев, вначале течет, сколь чудное имя твое по всей земле. Сие все делает нашедший дух от вышнего, зная, что всякое дыхание и тварь ему служит. Учинением твоим пребывает день, как всяческая работа тебе. Один всесильный дух улавливает великого кита сего, и он-то вопрошает Иева, извлечешь ли змея уткою, или вденешь кольцо в ноздри его, шилом же, повертишь ли уста его, возложишь ли на него руку, Господи. Он одним всем змеем, как дитя воробьем, играет. Или свяжешь его, как воробья детищу. Одну свою руку он один налагает на него, в разуме руку свою наставил я. Дух твой благий наставит меня. Дух все испытывает, и глубины Божии. Все это покрывало, и мрак из стены отводит читателей от Библии, лишая нас вкуса, да не слышим говорящего к нам сквозь бурю и облако Бога. И не можем сказать. Пройду вместо селения дивного даже до Дому Божьего. Войду к жертвеннику Божию. Кроме прочих, один Соломон для созидания стены сей сколько натаскал материалов. Сия была вещь корысти, которую принял царь Соломон на созидание храма Господнего и Дому Царевому, и стене Иерусалимской, и все внутри Давира покрыл златом. Третья царств, шестая глава. Но кто силен, да воссияет красота Дому всему Божию, отделить корысти, будто завесу храма одернуть, войти внутрь Давира, Давир значит слово, и ввести в самое междорамье. Дух Утешитель управляет силой Библии, вдевает кольцо в ноздри ее, находясь и сам вечным, и дает слово благовествующим. Царь сил возлюбленного ради красоты Дому разделит корысти, а без него все темное, невидимое и неустроенное, пока найдет дух. Тогда все возвращается к безначальному концу, как к кольцу, и к безначальному началу. Вначале сотворил Бог небо и землю. Вначале было слово. Сей многоразличный плетень образов и фигуральные узлы именуются в Библии знамения и чудеса. Послал Моисея и раба своего, помяните чудеса его, просите и дастся вам. Сирот знамения ищет. Знаменился на нас свет. Разуметь, таящуюся в знамениях и чудесах силу Слова Божия есть дело пророков, то есть видящих глазастых прозорливцев. Знамения наших не видел, нет к тому пророка. Пророки то прорицают, что прозирают, провидят в тени сущего. Все то не будущее, чего не будет. Все то не будет, что тень. Все то тень, что гибнет. То одно есть будущее, что всегда пребудет. Возрев очами своими, видя человека, стоящего перед ним. Иисус Новин 5 глава. То есть вечно пребывающего и пребудущего. Вот как они пророчат будущее. Послушаем Давида. Помянул ли та вечное и поучился. Конечно, творениями помышляемая, пресносущная сила его и божество уразумевается. Рассуждал без сомнения он чудеса и образы, и фигуры Божии. Как сам там же сплошь говорит. Ночью сердце моим размышлял и испытывал дух мой. Мне кажется, Давид между прочими знамениями размышлял о фигуре колес, о которых там же поминает. Глаз грома твоего в колесе. Кроме того, лето и год тоже. Год и круг тоже. Круг и кольцо тоже. Проще ж теперь позвольте мне пересказать его слова хоть так. Помыслил. Вспомнил я колеса бесконечные и доразумелся, что сия фигура напоминает о безлетном вечного пресносущей. Круг и лето по-римски анус, а кольцо аннулус. В защите Господа и утвердитесь. Помяните чудеса его. Помянуть чудеса Божии значит то же, что римское слово сие коми нескор. Комментор. Вздумать, надумать. Комментариус по-гречески. Толкую, толмачу. И не видно, что в Павла сие слово пророчествовать значит толочь и раскушивать священное писание. Дружитесь о любви. Исход. Евангельская жена монету в горничном ссоре. Радуйтесь со мною. Как радостно. 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 Первенство. Радостно. 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 сию Божию внутри себя заключающими, если поспите посреди пределов, тот отдохнет, кто вникнет, войдет, раскусит и пажить обретет. Если войдут в покой мой, называются и дверью, си врата небесные, и стеною, асягнут слепые стену, и печатью, книга распечатленная, и следом, и зайдет вслед ее, Сирахов, и путем, на путях ее премудрости, присядь, и оконцем, проницающей сквозь оконца ее, и тенью, люди, сидящие во тьме, сии суть, сидящие с валамом, на подлости тленных образов, падая долу, и не восстанут в совет праведных. Да коли от тени не подымутся, и не пролезут стен дома сего, разве о боги, те сняты были и пали. Вспомните читанное из Иоиля в день Пятидесятницы. Дети Сеона, радуйтесь, ибо дал вам пищу в правде, и зальет духа моего на всякую плоть, и прорекут сыновья ваши, и дочери ваши, и старцы ваши, сны узрят. Дам чудеса на небесах вверху, и знамения на земле внизу. Деяние вторая глава. Вспомните, не во тьме, но в горнице сидящих апостолов, и начали говорить, ибо дух дал им. Кроме того, Афанасий, О, брат Лонгин, долго везешь твою околесную, с твоими херувимами, верблюдами и ослами, у кольца нет конца по пословице, и у твоей речи. Ермолай, не мешай ему, Афанасий, мне много хорошего привела на память речь его. Вспомнил я Дамаскинову оду, которую поют в присветливейшее воскресенье утро. Бога Отец всему Давид. Образы или символы дали вспомнить сень Авраамову, приемлющую в себя тресолнечное единство Божие. И кто мне воспретит мыслить, что Авраам синюю своей служит Вышнему? Авраам образует вечного тень, свидетельствует об истине семидесят старцев. Мои семь избранных служить скинье откровения. Скинье значит куща, сень, шатер. Всю сень нисходит и почивает Дух Божий. Припочел Дух на них и пророчествовал. Число одиннадцатая глава. Иезекиилевские твои друг Мелангин колеса привели на ум венец Павла, воздавая ему не в наш день, но в день, но он и. Вспомнил и перстень, обручающий в жизнь вечную. Обручу тебя себе вовек. Обручу тебя себе в вере. И узнаешь Господа. Осия вторая глава. Вспомнил и маниста возлюбленной невесты. Сердце наше привлекла ты единым от щей твоих, единым ожерельем шеи твоей. Ожерелье на шее есть тоже кольцо, состоящее из шариков. Вспомнил и яблоко огороженного сада. А что есть яблоко, если не шар? Что же есть шар, если не фигура, состоящая из многих колес? Положите меня в яблоки, ибо уязвлена я любовью. Если бы оно было не тем, никогда бы не сказал Соломон, как яблоко золотое в серьге сардийского камня, еще скажи слово приличное ему. Притча двадцать пятая глава. Дрожайший твой анфракс и фарсис привели сие утверждение премудрости избраннее золота. Вселенная же разума дрожайше серебра. Притча шестая глава. Сияние премудрости Божьей и стеленных образов, блистающие, подобно есть драгоценному сокровищу в недрах сокровенному. Но очи, очи зреи божества, блистающие, очи спасительные, очи тобой упомянутые, представили мне жалости достойно обезачей Самсона. Очи сильнейшему сему мужу и судей израильскому выкололи те, кто Исааку грязью затаскали источники. Очи твои, как озера в Есивоне. Плачет Иеремия о сих очах, как омрачил в гневе своем Господь дочь Сиона, сверг с небес на землю славу Израилеву. Погрузил Господь и не пощадил. Все красное Иакова разорил. Твердыни дочери Иудина изверг. Око мое погрязнет. Око мое закрывается. Оскудели очи наши, Померкли очи наши, Рассыпалась радость сердец наших, Упал венец с головы нашей. Но никогда они пуще затасканы не были, Как в наше время. Да не видим то, Блажены очевидящие, которых видите. Тут о всем же Иов. Кто меня устроит по месяцам прежних дней? Око было слепым, Нога же хромой, Ныне же поругавшиеся малейшие. Ни лица моего не пощадили от оплевания. Обратилися в плач гусли. Песнь же моя в рыдании мне. Знай, что смерть меня сотрет. В сих Господних очах высокое знание утаивается. Очи Господни соблюдают чувства. Притча 21. Сие чувства есть источник мира и веселья. Видящее око доброе веселит сердце. Притча 15 глава. Сие божественное око одно только светится. Один Бог, одна вера, одно око и Библии везде. Сердце наше привлекла ты одним от очей твоих. О, приблаженное и вечно сияющее око, привлеки нас. Яви нам вид свой и услышан. Сотвори нам голос твой, ибо голос твой сладок и образ твой красен. Голос грома твоего в колесе. Наконец вздумалась мне новиновость солнца. Но кто нам удержит оное солнце? Солнце, пожигающее горы. Кто поставит в чинном стоянии намеренные точки его? Пока дышит день и движутся сени, да увидим не лицо Господне, натворяющих злое, но последующее за лицом, образующим сияние божественного вида его. По примеру Моисея, лицо же мое не явится тебе. Господь же благословил последнее Иова. Но теперь только лишь пришла мне на ум Ильина колесница огненная. Афанасий, куда вам, братцы, понравилось околесное? Один устал, другой начал. Яков, подлинно жалкий израильскому сердцу и наплеменничаю рукой, выколотый очем Самсона. Самсон значит солнце. Но Господь слепцов умудряющий может ему по времени опять возвратить очи его и сделать из яда съедобную пищу, а из мертвой ослиной челюсти извести сладчайшее питье нетленного источника, как обещался. Если что смертное запьют, не повредит им. Ермолай. Ах, не один Самсон слеп! Иов, Давид, Соломон, Давид и прочие суть слепцы, при пути сидящие и вопиющие, взгляни на меня и помилуй меня. Очи наши Господу Богу нашему! Один Господь, мимоходя, сокровенный их очи открывает. Просветишь тьму мою. Наведу слепых на путь, которого не видели, и по путям, которых не знали, ходить научу их, превращу для них тьму в свет и трудное в легкое. Исайя, 42 глава. Тогда все нищие богатеют, недужные исцеляются, мертвые встают. Тогда вскочит хромой, как олень, идет, и мимо Моисея Господь, покрой рукой моею над тобою, пока мимо иду. Ожидает Исайя гадания Израилева и говорит, что не минует меня Господь мой, просит Иеремия, исцели меня, Господи, и исцелею. Ибо хвала моя ты, 17 глава. Жаждет всего же и Аввакум. Не ты ли искренне, Господи Божий, святой мой, и не умрем? Знай, что присносущий есть, который должен искупить меня и на земле воскресить. Иеремия, 19 глава. Словом сказать, всех их взор и вход к Ною не старались воочию безумных умереть, они же суть в мире, а исход из ковчега на сушу. На месте злачном там посели меня. Что деревьям плодит свет, что ночи дневной свет, что солнцу лучи, что вечерней зари темно-блистающие волосы, то и израильскому роду намеренная точка их, помазанный Господь их, его лучи суть света чей моих, сердца радость, волос и венец главы. Мы думали, плачьте Иеремия, находясь сенью Божию, между незнающими Бога, надо умить их о ведении Божьем, и сей будет им защитой. Но не так последовало. Они начали щипать тление наше, а растленными мыслями намеренную точку нашу совсем задавили. «Дух лица нашего, помазанный Господь, яд был в растлениях их, о нем же я сказал, все не его поживем в язычниках. Скорейше были гонящие на спащий орлов небесных, положили трупы рабов твоих в муку птицам. Однако же волос головы их на время может, а вовек погибнуть не может». Конец. «По времени над трупами рабов Божьих соберутся небесные орлы, силою того, призывающие из востока птицу». Исайя 46 глава. «Птицы да умножатся на земле». Бытие 1 глава. «Око ругающее отца! Да и сторнут его вороны из дебрия, и досидят его птицы-орлы». Притча 30 глава. Афанасий. «Чудно, что старику Тавиту очи заслепила падшая сверху грязь воробьиная». Ермолай. «А разве не грязь затаскала источники Еремеины? Осыпало колесо Исайна? Что есть грязь теплая, если не стихийная душа с телом? Представь грязное гнездо с воробьем глазастым, а над трупом быстро зорного орла. Тогда вспомнишь сию, в которой земле вселяется свет. Тиме же какое есть место? Птицы да умножатся на земле. Есть тело душевное и есть тело духовное». Яков. «А мне всплыл на сердце сей Соломонов узелок. Ничто не ново под солнцем». Афанасий. «А тебе в солнце вместо колеса приснился узелок. Какой ты тут узелок нашел? Его тут никогда не бывало. Мне кажется, Соломон просто говорит, что все в свете все старое, что сегодня есть, то же и прежде всегда было». Яков. «Высморкай же нос, тогда почувствуешь, что в сыновних и отцовских всех словах тот же дух. Все, как Риза, обветшает. Ты же тот же есть. Разве ты позабыл, в какой земле вселяется свет? Подними ухо и услышь, что все ветошь есть под солнцем, но не то, что сверх солнца. И самое солнце есть ветошь, тьма и буря, кроме одного того. В солнце положил селение свое. Божие слово и духом Божьим должно дышать. Закройся же в уголок и кушай свою ветошь. Силы в тлении нашли неувядающую пищу того. Я цвет полевой и крын удольный. Съедите ветхое, и ветхое ветхих и ветхое от лица новых вынесете. Похожу в вас». Ах, когда бы ты раскусил хоть сии его слова. «Нет блага человека, кроме того, что есть и пьет». Слушай же далее. «И сие видел я, что другие Божии есть, потом сказывает о мудрости, разуме, веселье. Если есть мудрость, тогда есть насыщение и веселье. Но когда мудрость в Боге, для того выше сказал, мудрого очи его в голове его, а безумный во тьме ходит». А когда говорит «суета с уведствий», нет изобилия под солнцем, не то же ли есть «вкусите и видите». Плотней, что дух животворит. Ермолай. «Теперь солнцу течения свое дали, простирать некуда. Пришло главной своей точке и стало в твердом стоянии. А остановил оноя. Говорит солнцу и не восходит». Ио в девятая глава. «Повелел буря и стала тишина. Достанет солнце и стало солнце». Новин десятая глава. Тут решение всем звездочетским фигурам и знаком небесным. Как дышит Божий вопрос Киеву. Разумел ли ты союз Плеад и ограждение Орионова? Открыл ли ты? Или откроешь знамение небесное во время свое и вечернюю звезду за волосы ее привлечешь ли? Тридцать восьмая глава. «И ставит все силы небесные и совлечется небо, как свиток, и все звезды падут, как листья с лозы». Исайя 34 глава. Тут собираются все божественные звездочеты. И Пав поклонились ему. «Твой день и твоя ночь тебе приносит хвалу вся тварь». Тут предел луне и звездам. Пока пришел, встал вверху, где был отрок. Яков. «Взбрело же мне на ум предревний зороастр» с песней. «То есть услышь, блаженный, всевидящее, имеющее вечное око». Афанасий. «Многие говорят, будто он сие пел солнцу». Яков. «Но может ли солнце одним взором сие видеть, хоть на одной поверхности земли? Взор его непресносущный. Так думали в пересе те тяжкосердые, которые, не взойдя к образуемому, погрязли в образующей стихии. Пускай же и так, а мы с Израилем воспоем сию песнь тому. «Восияет вам, боящимся имени моего, солнце правды, престол его, как дни неба». А видали ли вы, когда символ, представляющий дождевое облако с радугою? А возле него сияющее солнце с подписью. «Ни дождя, ни дуги без солнца». Так Библия, пока найдет дух от Вышнего. Вспомните Михаила, поднявшего шары вопиющего, кто как Бог. Вспомните старинных любомудрцев речения сие. Центр Божий везде, окружности нигде. Вспомните ж и жерновный уломок, сокрушивший темя вимелеху. Разве жерновный камень не то же есть колесо? Кажется, что, Афанасий, вот и третий принялся гнуть те же дуги с лукошками и обрущами. Сколько видеть можно, вы скоро накладете в счет ваших колес решета, блюда, хлеба и опресники, блины с тарелками, с яйцами, с ложками и орехами и прочую рухлядь. Я помню, что в Иаковлевом лесу, называемом Уламу-Луг, находится множество орехов. Придайте горох с бобами и с дождевыми каплями. В Библии, думаю, все сие есть. Не забудьте плодов из соломоновых садов с ионниною, тыквою и арбузами. Наконец, и Захарин семисвечник с кружечками и с горячими ореховидных чашках елеем. А чашка есть большая часть шара, нежели тарелка, а тарелка, нежели ваш обод. Итак, будет у вас полный пир голодный. Яков, что же ты думаешь, Афанасий? Думаю, что не применете сие сделать, а я вас запру в пустую горницу. Яков, не устыдился всеблаги Бог, одевающийся светом солнечным и в тленных пеленах скрыться так, как плод в ничтожном зерне. И сокровище, утаенное в рубище, тем приятнее, когда найдется. И как иона с головой своей есть ничто, и один из числа слепых и недужных, лежащих при Божьем пути, так и тленная тыква, начало и рождающаяся, и погибающая, может быть, тень вечного, прохлаждающая иону. Осенил ты над головой моею. Иона значит голубь. Око его смотрит в вечность, тенью тыквы образуемую. Если бы Захарьин свечник не был символ, а масличное дерево эмблема, никогда бы он не сказал видел. Видеть светильники маслины значит чувствовать разум, соблюдаемый в всех фигурах, которые давно уже изображены в моисеевских книгах. И не иное значит, что пророчит Иоиль по излиянии духа сны узрят и видение увидят. То ли тебе дивно, что мы всей Божьей земле толчем, роем и находим вечность его. Не слыхал ли ты, что говорит приточник о Библии? Все сделал Господь себя ради. И не догадался, что проклят похищающий что-либо от тления Ерихонского с собою. Не можем ли чувствовать, что Библия тем есть книга богословская, что ведет нас единственно к видению Божию, скинув все тленное? Все тут земное разоряется да садиждется скиния нерукотворенная Вышнему. Конечно, забыл ты зарывшего в землю талант. Вспомни блудницу Фомарь. Сия женщина тем одним оправдалась, что нашлось у нее кольцо и гривна и посох Господние. Вспомни, что земля, рождающая соль, ни к чему уже другому не способна. Куда годится руно сия подлое, если не ороситься каплями при высприне росы, если разумом собственных своих рук не прикроет Вышний. Сотвори мне величие сильный. Весь сенописанный мрак разоряет, всю тление воду бурей своею возмущает, все неопалимо палит во все сожжение, до единого его дым духа, до всего градость его вверх столпом возьмется и дышит во вселенной. Не дам славы моей никому Исайя, смирно из такта и кассия триста их. Афанасий А я не думаю, чтоб Каин с Ламехом или Саул с Исавом внушали нам свои фигуры пресносущие Божие. Как же, все сделал Господь себя ради. Сие же можно сказать о филистимах, а может быть и о крылатых ваших быках с летучими львами и прочих сплетнях. Яков Если бы вы изволили рассудить потоньше, никогда бы всего не сказали. Для того там нам внушается тьма, дабы открылся свет. Кто научил, что такое есть кривое, тот давно показал прямое. Чувствует, что один взор, познав черное, познает вдруг и белое. Не забывай вопроса, в тьме же какое есть место. Саул с Давидом представляют тебе два естества, с собой борющиеся. Одно с селением света, другое жилищем тьмы. Когда Ламех убил мужа, Саул изгнал Давида, а Юна в Ките страдает. Тогда Библия прекрасных вечностей очей землей засыпанных открыть не может. Тогда в земле израильской царствует голод, а жажда при источнике воды Иакова. Когда же пожерта будет мертвенной и жизнью? Когда явится суша, на которую пожерший изблевает кит Иону, тогда стены градо сего созиждутся, тогда горы возрадуются и взыграют каплющая сладость, воскачут вверх стельцы и встанет на ноги своей весь сон людей, как писано, касающиеся вас касаются зеницы ока моего. Ты воскресший ущедришь Сиона, умертвился Мсон при смерти своих многих. А что называем крылатых волок сплетнями, и без причины пернатым сети простирается. Но когда сия весть влачит за собой причину, то уже она и не пустая сплетня. сиона, сиона,